МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они прибирают город, сбивают сосульки с крыш, ремонтируют трубы и сантехнику. Они вывозят мусор, проверяют газ и лифт. Они создают уют в городе. И это сотрудники ЖКХ и ТСЖ. Каждое третье воскресенье марта работники коммунальных служб отмечают свой профессиональный праздник. Вы, наверное, люди, которые знают лучше всех город. Вы заранее знаете о том, кто приезжает к нам в город. Вы заранее знаете, что будет происходить. Вы заранее знаете точки присутствия. И это не говоря о том, что в повседневном мире вы знакомы со всеми. Вас ценят, любят, обсуждают наши жители, саровчане. Конечно, с присущей им требовательностью они подсказывают, как вам лучше работать. Но вы самые востребованные. Вы действительно самые нужные люди города, потому что город живет только благодаря вам. Вот в полном смысле слово «живет». Поэтому огромное вам спасибо. Вы сразу же видите результаты своего труда. Вы делаете мир лучше вокруг себя. И я желаю, чтобы это приносило вам чувство глубокого удовлетворения. Чтобы вы действительно осознавали до конца свою нужность и важность для города. Ну и, конечно, вам крепкого здоровья и всякого разного благополучия. Ну и чтобы в ваших семьях понимали, что звонки среди ночи – это нормально. Чтобы вы принимали все, как должно быть. С праздником вас! На торжественном вечере, посвященном празднику лучших сотрудников коммунальных служб, наградили почетными грамотами от администрации города, благодарственными письмами от городской думы. Среди награжденных – трактористы, уборщики территории, диспетчеры. Почетными грамотами отметили и лучшие организации сферы ЖКХ, управляющие организации и товарищество собственников недвижимости. Я не ошибусь и скажу, что те традиции, которые были заложены, они до сих пор сохраняются. И думаю, что тот опыт, который передавался ветеранам, он сохранился в предприятиях и успешно используется в ходе работы и выполнения тех задач, которые стоят перед каждым предприятием. На сцене Саровского драматического презентовали книгу «Городское хозяйство Сарова». В работе над сборником приняли участие ветераны и работники ЖКХ. Авторы подняли историю города с 1946 года. Основная часть книги, конечно, посвящена 60-70-80-м годам прошлого века. Работа УКБП, предприятия городского хозяйства, были объединены в 1976 году управлением коммунальных бытовых предприятий. Завершился торжественный вечер спектаклем от артистов Саровского драматического театра «Женитьба Бальзаминова». Весна Ольги Авдошиной начинается с регулярной расстановки по комнатам тазиков. Все это женщина делает для того, чтобы спастись от потопа. Крыша ее дома давно прохудилась, но сделать с этим она ничего не может. По словам женщины, в этом году снега было много, но его ни разу не счищали с крыш. Со своей проблемой Ольга не раз обращалась за помощью в различные инстанции города, а также писала письма на имя президента. Вообще, эта квартира с 2008 года, то есть идет, я неоднократно обращалась во все инстанции. Было очень много у меня заявлений. Все заявления были подписаны о том, что денежные средства у меня выделялись на мою кровлю. То, что будет кровлю выполнено в полном объеме, но в результате, как начинается сезон, у меня по полу. Жить в своей квартире у Ольги уже нет сил. Условия не позволяют. Нужно срочно делать ремонт. Но и уехать и оставить в таком состоянии жилье женщина тоже не может. Для того, чтобы находиться дома, она приобрела сушитель воздуха. А некоторым членам семьи и вовсе пришлось уехать и снять квартиру. У нас рушатся стены. Со стороны улицы тоже вот эти стены все рушатся. И такое ощущение от влаги. Просто дом может в любой момент рухнуть, потому что он на грани. А кровля вся худая. На чем держится кровля? Там палки, они уже гнилые. То есть кровля по сроку 25-30 лет, но дом с 1962 года. Ничего не меняли. Видео Ольги Авдошиной разлетелось в соцсетях по всей области. Его заметили и журналисты Нижнего Новгорода. В свою очередь корреспонденты пообещали помочь женщине. И уже сегодня привлекают все инстанции. Сейчас, по словам Ольги, пропуск в город оформляют представители регионального следственного комитета. Редакция нашего канала не осталась равнодушной к проблеме Ольги Авдошиной. Мы отправили запрос в центр ЖКХ с вопросом, когда решат вопрос с кровлей на академиках «Ритона-6». Что ответят специалисты и будет ли дом приведен в порядок, расскажем в ближайших выпусках новостей. Нередки случаи, когда машина скорой помощи не могла добраться до места происшествия, потому что нерадивый водитель поставил свое авто поперек проезда или около подъезда. При этом врачу приходится добираться до больного пешком или тащить тяжело больного человека до кареты скорой помощи. Так стоит ли машинам спецслужб разрешить таранить таких нарушителей, сейчас узнаем у Саровчан. Как вы считаете, это правомерно и будет ли это хорошей инициативой? Я думаю, что неправомерно. Просто вот часто случаи, когда машина, правда, не может скорой или пожарной доехать до места, а вот автомобиль стоит поперек. Вот как вы считаете, стоит ли тогда отдавать зеленый свет машинам таким таранить? Нет, наверное, нами не стоит. Все-таки порча другого автомобиля тоже не лучше, да? Сложный вопрос, конечно. Есть ситуации, когда это необходимо. Какой вызов, да, исходя из этого? В принципе, если, например, какой-то автомобиль в неположенном месте, или там что-то в плане нестандартизированное место, тогда бы я, наверное, е. У меня таких полномочий нет, конечно, я могу только предполагать. Вот, а в принципе, в принципе, если, ну, достаточно критичная ситуация, я бы надевил такие полномочия иметь. Давно без машины. Насколько это, как бы, создаст проблемы для автомобилистов, я не знаю. Конечно, надо бы условия сделать. Я думаю, нет. Все-таки это ущерб, да, личному какому-то имуществу. Ну, а потом, ну, у каждого своя голова. Кто его знает, вот он на вызове или не на вызове. Есть четкие правила того, как должны располагаться вот эти автомобили личные там около, ну, чтобы обеспечивался всегда проезд. И если это нарушается, значит, можно. Сдать личные вещи и мобильный телефон, показать паспорт, пройти процедуру досмотра с металлоискателем. Так родители погрузились в атмосферу ЕГЭ. Организаторы сделали все, как на настоящем экзамене, не пропустив ни одного пункта. После этого мамы и папы по спискам распределились по аудитории. Уважаемый участник экзамена, сегодня вы сдаете экзамен по истории в формате ЕГЭ с использованием технологии печати, полных объектов, экзаменационных материалов и аудитории ППМ. Родители уже сдавали математику и русский язык. На этот раз они писали экзамен по истории. Участники прошли подробный инструктаж, заполнили кимы и в течение 30 минут выполняли задания. Акция «Сдаем вместе! День сдачи ЕГЭ родителями» уже стала традиционной и направлена на снижение тревожности учеников и родителей перед госэкзаменами. Знакомство с процедурой проведения ЕГЭ. Мне стала интересна процедура сдачи ЕГЭ, то есть как проходит, какое эмоциональное напряжение, какие эмоции испытывают дети. Также интересны вопросы, заполнение бланков. Ну вот вся процедура. И чтобы в дальнейшем помочь своему ребенку, проинструктировать. В этом году я записалась ради интереса еще и наблюдателям на реальную сдачу ЕГЭ летом детьми. Тоже интересно, как дети сдают. Напомним, что в этом году выпускникам можно будет пересдать один предмет ЕГЭ. Чтобы это сделать, нужно подать заявление в государственную экзаменационную комиссию своего региона до конца приемной кампании. Первую попытку при этом аннулируют, независимо от того, выше или ниже окажется результат после пересдачи. Это право будет действовать в основной период ЕГЭ, который начнется 23 мая. В досрочный период с 22 марта по 22 апреля получить вторую попытку будет нельзя. В родительских чатах Сарова появилась информация, что со следующего года школьники, начиная с седьмых классов, будут учиться шесть дней в неделю вместо пяти. Это связано с тем, что у детей большая нагрузка. Занятия заканчиваются поздно, а у многих еще кружки и репетиторы. Поэтому, по мнению родителей, проблему может решить дополнительный учебный день в субботу. Узнаем у саровчан, как они относятся к инициативе вернуть шестидневку. Нет, не нужно. Почему? Ну, мне кажется, что надо просто более, так сказать, скомпоновать его уроки. То есть побольше в будни учиться, а делать у нас и на выходные у детей. Потому что, как раз, когда я учился в своем городе, и у нас была единственная школа, шестидневка. И некомфортно было, когда все в субботу отдыхают, а ты идешь в школу. Ну, и я считаю, да, ну, не нужно возвращать. Надо бы, чтобы поменьше уроков было в течение недели. Понимаете, вот у нас внучка, она уходит с седьмой класс, она приходит полчетвертого со школы. Уже никакая. Уже никакая. Устался ребенок. И в голове это у меня уже не откладывается в последние уроки. Нужно, конечно, лучше растянуть. Нет, пяти дней в пудж. А почему? А потому что больше свободного времени у детей. Кто-то ведь быстро схватывает, а кто-то тяжело. Вот они сейчас вымытылись, уже ждут, не дождутся каникул. Устают дети. Говорит, нечего. Программа, конечно, сложная. Не то, что мы учились в наше время. Вот так вот. Больше отдыхать им, да, все-таки? Да, я так считаю. Моя внучка говорит, нет. Почему? Ей нравится два выходных. Учиться хорошо. А нет ли такой большой нагрузки в течение пяти дней? Ну, она справляется. Как-то так вот. То есть она за пятидневку. Но я ее поддерживаю. Смотря какая нагрузка у детей. Сейчас на семь уроков. Вот только разговаривали мы. Только разговаривали. Это у ребенка семь уроков. Конечно, это много. Ну, вот как раз хотят развести уроки, чтобы один день еще был дополнительный для учебы. Ну, пусть решают родители, я считаю. Полина Блинова – ученица третьего лицея. В первый раз приняла участие в конкурсе юных чтецов «Живая классика». Для школьницы близка тема мистики и необычных явлений. Поэтому она выбрала произведение Николая Гоголя «Вий». Для выразительного чтения Полина взяла один из кульминационных отрывков, когда главному герою Хаме навстречу выходит «Вий». Мне нравятся такие ужастики, какие-то мистические, больше произведения. И поэтому я решила выбрать его, потому что я подумала, у меня он хорошо получится отчитать. Я очень переживаю, но думаю, что я с этим справлюсь, потому что текст я знаю хорошо. Я репетировала долго, много, но я считаю, я справлюсь с этим. Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» прошел во Дворце детского творчества. «Живая классика» – масштабный конкурс по чтению вслух отрывков из прозаических произведений отечественных и зарубежных авторов. Он проводится во всех регионах России. Саров не стал исключением. Участники прошли школьный этап, и 23 лучших чтеца представили свои выступления. В состав жюри вошли учителя и педагоги образовательных учреждений города, среди которых были и члены Союза писателей России. Я выбрала для чтения произведение «Васюткино озеро». И фрагмент там, где Васютка разговаривает, так сказать, с белкой. Мы его недавно читали в школе, как раз по программе, и мне оно очень понравилось, запомнилось очень. А отрывок, он почему-то такой необычный, смешной даже чуть-чуть. Жюри оценивало выразительность прочтения, грамотную речь, дикцию, расстановку логических ударений и пауз в произведениях конкурсантов. Некоторые ребята подошли к выступлению творчески и подобрали детали для образа. Бабушка была добрая, и на следующий же день Олечка смогла купить себе шляпу, пояс и перчатки. Победители примут участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». На масленичные гуляния в парк Зернова пришло множество людей. Улыбки, задорная музыка, веселые конкурсы и состязания. Выбрать активность можно было на любой вкус. Для детей в этот день работали аттракционы. На всей территории парка развернулась большая ярмарка. Горожане могли угоститься блинами, выпечкой, шашлыком и горячим чаем. У танцевальной площадки расположилась выставка города мастеров с изделиями ручной работы и яркая тематическая фотозона. Задорные настроения на сцене задавали ведущие с интерактивными конкурсами, городские творческие коллективы, а также группа «Лапти Бэнд» из Владимира. От фонаря желаний до набережной парка развернулась аллея с состязаниями, шуточными играми, творческими мастерскими. Участники получали призы и подарки. Мы сегодня пекли также блины в парке на пеньках, очень интересные. Конечно, это были блины со вкусом дыма, но на самом деле очень приятные. Масленичное гуляние в парке – это можно назвать по настоящим фестивалям, который собрал людей разных поколений. Здесь есть и дети, и взрослые, и подростки с колясками. То есть люди приходят целыми семьями. Конечно же, мы готовимся к встрече, насыщаем разные локации. Спеть любимые песни горожане могли вместе с хором ветеранов труда «Дома молодежи». Праздничного настроения добавляли ярко украшенные аллеи парка и беседки. Кульминацией праздника традиционно стало сожжение пятиметрового чучела-масленицы на набережной. «Долегали ясно, что вы не богатство!» Экспресс-курсы компьютерной грамотности начали работать в библиотеке Маяковского в марте 2013 года. К центральной библиотеке также присоединился молодежный библиотечный информационный центр на Московской. Цель курсов – сформировать навыки компьютерной грамотности у людей старшего поколения, научить их пользоваться новыми информационными технологиями. Чуть больше 10 лет работы курсов мы обучили более 400 человек. И если учесть, что кто-то проходит один курс, кто-то два курса, кто-то только второй курс, то в общей сложности мы провели более 3000 занятий. Экспресс-курсы рассчитаны на людей пенсионного возраста и состоят из двух циклов. В первую очередь человек знакомится с составными частями компьютера и их функциональным назначением. Базовым пакетом программ Microsoft Office изучает программы Word, Excel и PowerPoint. Пробует создать ярлыки и папки. Работает с поисковиком на компьютере. Второй цикл занятий рассчитан на исследование возможностей интернета. Это поиск информации, это скачивание информации, текстовой, графической, видеоинформации. Это создание электронного почтового ящика, покупка железнодорожных билетов или посещение различных плей-маркетов для покупки товаров, услуг. На курсах также рассказывают, как работать с порталом Госуслуг, как записаться ко врачу онлайн или найти сайты городских СМИ, администрации, Думы и библиотеки. Занятия проводятся в индивидуальной форме, либо в мини-группе по 2-3 человека. Сотрудник библиотеки дает лекционную часть, практические упражнения на компьютере и домашние задания. Экспресс-курсы предполагают по 4 занятия в каждом цикле. Записаться на курсы можно по телефону 9-94-06. Весна пришла, снег начал сходить и обнажились первые подснежники. Речь идет далеко не о цветах. На газонах и асфальтах на пешеходных дорожках появились кучки собачьих экскрементов. А все потому, что многие хозяева четвероногих принципиально не убирают за своими питомцами. У кого, наверное, одна собака, тот считает, что я буду убирать. Ну, именно от моей собаки какашечка растворится и не будет этой какашечки весной. Могу сказать вам, нет. За три месяца эта какашечка никуда не денется. Она будет лежать на том же самом месте. Единственное, может быть, водой как-то ее растворит, и то нет. По словам Светланы Романовой, те, кто утверждает, что собачий экскремент – это удобрение, заблуждается. Скорее всего, это отговорка, чтобы не убирать за собакой. Собачий кал имеет слишком высокую химическую активность и очень медленно разлагается. Поэтому как удобрение не годится. С такой подкормкой растения просто сгорят и погибнут. Так что, если весной на газоне появились проплешины, скорее всего, это результат того, что в этом месте лежала неубранная кучка. Трава в этом месте вырастет нескоро. Большая просьба ко всем собачникам, что все-таки убирать. Ну, я не знаю. Но вы прекрасно знаете, чем вы кормите свою собаку. Вы завели животное, и мы в ответственности за тех, кого мы приручили. И не только за это милая личка, которая приходит и которая прям счастье приносит. Но и то, что оно откладывает. Мы культурные люди. Мы живем в городе. И, честно говоря, когда идем по дорожке и смотрим там, что чуть ли не под ногами какашки тут, какашки, и каждый раз на глаза они попадаются, естественно, неприятно. Ну, убирайте. Это не так сложно. Многие хозяева утверждают, что их собака справляет нужду вдали от газонов и скверов. И это никому не навредит. Разлагаясь собачья кучка, со временем превращается в пыль, которая разносится на значительное расстояние ветра. Вместе с ней в путешествие отправляются и все бактерии, и яйца паразитов. Собачий кал – сильный раздражитель, который может негативно влиять на самочувствие людей, больных аллергией или астмой. Кто его убирает? Уборщица, которая убирает ДЭП, там, я не знаю, дворники, еще кто-то. Ну, во-первых, они не подпитывались на это тоже, и для них тоже это не такое счастье убирать за вашей же собакой какашки. Это во-первых. Во-вторых, ну, у вас дети, которые тоже ходят и по газонам, и сами, в конце концов, можете спросить, где-то. Я сама убираю за своими, и, честно говоря, когда я иду убирать за своей собачкой, и не одной, то получается, что я на ноги собираю остальные чужих собачек, что тоже неприятно. Приходится домой приходить и мыть, все. Поэтому количество какашек будет весной много. Заблуждение собачников и в том, что экскременты в природе исчезнут за несколько месяцев, а в пакете будут лежать сотни лет. Это утверждение верно только тогда, когда кал собирают в обычные полиэтиленовые пакеты. Делать этого нельзя. Полиэтилен действительно разлагается несколько сотен лет. Но сегодня существует несколько видов биоматериалов, из которых и делают специальные мешочки для прогулок с собаками. Уважайте себя и горожан. Помните, ваша собака – ваша ответственность. Сдержанный Наукоград – место с уютными и родными улочками, православная обитель, уголок искусства и вдохновения. Каждый из нас ощущает город по-своему. А каким его видит ребенок? Организаторы третьего городского кинофестиваля «В кадре. Саров. Ракурс. Магия детства» призывают показать это в видеоформате. Кинофестиваль мы проводим уже третий раз. И наш фестиваль посвящен детству, счастливому детству в нашем городе Сарове. Его главная задача – это мотивация подрастающего поколения к изучению родной культуры, истории, а также воспитание чувства гордости и любви к родному городу. Рассказать о Сарове можно в трех номинациях – мультфильм, информационный видеоролик, информационные заметки и репортажи, художественный сюжет, видеозарисовки, очерки, игровые фильмы. Принять участие могут дети от 6 до 17 лет. В своих видеороликах можно рассказать обо всем. Обо всем, что вам нравится в нашем городе Сарове, чем вы гордитесь. Нужно доказать, что в Сарове жить лучше всех. Это лучший город в России, может быть, даже на земле. У нас очень много различных достопримечательностей, начиная даже с того, что мы живем в Мордовском заповеднике, на территории Мордовского заповедника, и заканчивая тем, что это духовные центры России и ядерный центр, ядерная держава нашей страны. Поэтому я думаю, что тем для роликов будет очень много, и мы ждем замечательной работы наших участников. Организаторы принимают заявки на участие до 6 мая. Подробнее ознакомиться с условиями конкурса и задать вопросы можно на сайте ДШИ номер 2 в официальной группе учреждения ВКонтакте или по телефону 951-84. Кошечка-муха получила свое имя из-за того, что под носиком у нее черная точка. Мухе 5 лет. Маленьким котенком она попала к волонтеру на передержку и в раннем возрасте переболела кошачьей чумкой. Брата-мухе от болезни спасти не удалось, но кошку вылечили. Теперь у нее нет никаких проблем со здоровьем. Муха – дама с характером, но при этом ласковая и спокойная. Девочка пушистая, поэтому ей необходим груминг. Мы ее в скором времени планируем туда отвезти, но и в условиях дома тоже нужно будет за ней постоянно смотреть, вычесывать ей шерстку. Она ласковая очень, но она, если ей что-то не нравится, может немножечко, как лапка с коготками, поцарапать. Муха вакцинированная, стерилизованная, приучена к лотку. Из особенностей характера, ее лучше не брать в семью с маленькими детьми. Лучше всего, если муха будет единственной кошкой в семье, однако на передержке она жила вместе с другими котами и в целом ни в каких провокациях, драках не участвовала, поэтому есть вероятность, что она достаточно быстро адаптируется и к другим животным дома. Если это будут кошки с собаками, скорее всего, не подружатся. Герде чуть меньше года. Кошечка очень активная, игривая и ласковая. Герда вместе с братом Каем попала в приют в мае прошлого года. Волонтеры заметили у Герды потемнение одного глаза. Это оказалась глазная форма ФИПа. Кошка перенесла длительное лечение, но теперь с Гердой все в порядке. Наши рекомендации желательно единственные в семье. Девочка еще не стерилизована, поскольку после болезни должно пройти хотя бы месяц-полтора, чтобы организм полностью восстановился, потому что стерилизация все равно небольшой стресс. Поэтому мы рекомендуем сначала взять ее домой, а потом, когда она адаптируется, принести к нам на стерилизацию. Если вы хотите познакомиться с героями нашего выпуска, звоните по телефону 8 908 762 09 51 или пишите в группу приюта ВКонтакте. В магазине по улице Московской Саровчанин украл товар на сумму 2900 рублей. Полицейские также зарегистрировали сообщения от жителя города о том, что неизвестный похитил его сотовый телефон из салона автомобиля. Пока у одних воруют имущество, другие отдают его сами. На прошлой неделе саровчане перевели мошенникам более 355 тысяч рублей. Из них 13 250 рублей потеряла женщина, которой в Телеграме сообщили о выигрыше в одном из интернет-магазинов. 44-летняя саровчанка сообщила, что в одном из Телеграм-каналов проводился розыгрыш. После того, как она выполнила все условия, ей пришло сообщение от администратора канала о том, что она получает приз в виде 50% скидки на покупку представленной в их магазине мебели. Саровчанка, не раздумываясь, сделала заказ на кресло-трансформер и перечислила по предоставленным реквизитам денежные средства в сумме 13 250 рублей, после чего сообщила об оплате администратору. Позже администратор снова связался с саровчанкой и сообщил, что оплата ее заказа не прошла и нужно внести деньги повторно. Тут женщина поняла, что стала жертвой мошенников. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Трех миллионов лишился саровчанин, который передал деньги курьеру. Саровчанину около 80 лет. С ним связались по стационарному телефону, сообщили всю информацию о том, что родственник попал в ДТП. Мужчина собрал все имеющиеся сбережения и передал их курьеру. На данный момент курьер задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На удачу пенсионера перевести деньги на счет мошенников курьер не успел, поэтому средства вернут владельцу. Пять ДТП, два из них с пострадавшими. На прошлой неделе госавтоинспекторы отметили снижение внимательности водителей на дорогах. Погода в межсезонье меняется чуть ли не каждый час. При этом необходимо быть особенно сконцентрированным за рулем. Вблизи дома по адресу Димитрова 73 женщина на Ниссане не учла дорожные условия и видимость, не справилась с управлением. В результате чего выехала за пределы проезжей части, где осуществила опрокидывание. В результате данного ДТП данный водитель получил телесное повреждение. После осмотра врачом была отпущена домой. Еще одна авария произошла на Южном шоссе 22. Мужчина на Приоре хотел обогнать водителя на газе, который уже поворачивал налево с соответствующим сигналом. Машины столкнулись. В результате данного ДТП водитель автомашины Приора и пассажиры получили телесные повреждения. После осмотра врачом также были отпущены домой. Всего на прошлой неделе госавтоинспекторы выявили 251 административное правонарушение. Из них два случая с пьяным вождением, 81 нарушение использования ремней безопасности, 38 случаев нарушения требований страховки. Обработать рану, наложить повязку на голову и бедро пострадавшего, эвакуировать на носилках. На этом этапе важны верная последовательность действий и скорость, ведь на кону может стоять жизнь человека. Навыки оказания медицинской помощи будут полезны не только на огневой, но и в обычной жизни, утверждают члены отряда «Русичи» школы номер 17. Мы тренировались, если тренироваться, то, конечно, все очень просто. Но возникали, конечно, трудности, но все в порядке, мы прошли этап, с собой довольны. Кто знает, как повернется жизнь и чем нам это пригодится. Просто интересно узнавать что-то новое, пытаться как-то что-то это применять. Очень интересно, даже если сложно. Муниципальный этап областных соревнований Нижегородской школы безопасности «Зарница-2024» проводится в три дня. Первый день участники демонстрируют свои способности по тактической и боевой подготовке. В этом году состязаются 13 школьных команд. Тактическая игра на местности включает в себя прохождение этапов, зараженный участок местности, минное заграждение, короткие перебежки, просто бег и атака переднего края противника. В этом году силовую гимнастику для всех младших команд заменили игрой «Снайпер». 21 марта старшие участники состязаются в подтягивании, отжимании, беге на короткую и длинную дистанции, стрельбе из пневматической винтовки и метании гранаты. Третий день будет проходить в 16-й школе. Команды разделят на два блока, старшие и младшие, где параллельно будет проходить стрелевая подготовка, радиационно-химическая и биологическая защита в виде одевания общевойскового защитного костюма и историческая викторина. Из нововведений этого года то, что в прошлые на дивизионные этапы выезжала команда только старшей группы. В этот раз на области наш город представят также средняя и младшая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова